Здравствуйте, друзья! Время хоккея на канале InSport и прямая трансляция из Киногорска. Итак, поехали! Начали достаточно активно команды и уже на второй минуте счет в этом матче открыл Стас Петросян. От синей линии он бросил с кистей и шайба оказалась в воротах Антона Осокина. 0-1 на второй минуте. Потребовалось около двух минут хозяевам, чтобы суметь восстановить равновесие в счете. И это сделал Эрик Алдебергенов. Мы видим его прорыв по правому краю. Он срезал угол и в итоге переиграл в ближнем бою Вячеслава Нечеенко и счет стал ничейным 1-1 на четвертой минуте первого периода. Затем команды играли в неравных составах. Сначала Павлодарцы имели численное преимущество, затем Ускреногорцы два раза подряд играли в большинстве. И со второй попытки Антон Петров забрасывает шайбу с передачи Александра Шина и Александра Архипова. Это бросок Громова и передача Архипова на Петрова, который отправляет шайбу в пустые ворота. 2-1 на 15-й минуте этого матча. Еще в первом периоде могли Павлодарцы отыграться. Здесь навал на пятаке. Затем хороший и мощный бросок наносил 82-й номер команды гостей Ниаз Абдрашитов. И в концовке Павлодарцы могли пропустить, когда выход 2 в 1 и бросок Антона Петрова отразил галкипер Вячеслав Нечеенко. Павлодарцы начали достаточно активно второй период. Они играли в большинстве. Бросок Буденчука попадает в штангу шайба. Затем была возможность у Ильи Алиндаренко. Ну и в конечном итоге Павлодарцы смогли отыграться. И это сделал Стас Петросян. Перед этим торпедовцы провели несколько опасных атак, в том числе и с участием Эрика Алдобергенова. И вот передача от партнера и в итоге Стас Петросян ставит эффектную точку в этой комбинации 2-2 на 29-й минуте этого матча. Торпедовцы много атаковали и наносили броски из разных позиций. Выход 1-1 с Зидаева. Попал он в галкипера. Мог вполне отличиться из зубов, но здесь фолл и торпедовцы получают численные преимущества. В концовке Петров мог отличиться, но затянул с броском. И в самом конце Архипов мог забросить шайбу. Как и Джангазинов, который 2 попытки упустил. Причем вторая попытка была произведена уже после финальной сирены обогачания второго периода. Поэтому такая потасовка у нас небольшая возникла в самом конце. Ну и развязка наступила в третьем периоде. Палодарцы пошли активно вперед. И после броска Белимбаева шайба оказывается в воротах. Баняр Белимбаев забрасывает свою первую шайбу в сезоне за команду Ертис-Палодар. Ну и конечно радость тренинского штаба и игроков на лавке мы с вами видим воочию. Затем упустил шанс Архипов. Убегал 1-1 с голкипером, но переиграть Ничленко не сумел. И в самой концовке уже Явлоев мог отличиться. Переиграл голкипером, но не попал створ. Заменили вратаря на 6-го полевого. В этот момент с участием Асуханова спасение Асокина. И в самой концовке уже имея преимущество отчисленное, торпеды с опорчиваем банк. И это позволило Грузарию Галееву поразить пустые ворота хозяев. Торпедов 24, но это было не все. И здесь рифель классный прорыв к воротам. Передача Кизикпаева. И еще стал 3-4, но все-таки в пользу Ертыша. Статистика сегодняшней встречи. По броскам впереди гости. 21 бросок у торпеда, 35 у Ертыша. По вбрасываниям впереди хозяева, 35-23. Дважды реализовали численные преимущества торпедовцы. И у гостей одна шайба, заброшенная при игре в меньшинстве. Штрафные минуты 14 у торпеда, 10 у Ертыша. Вот такие вот у нас цифры по итогам сегодняшнего противостояния. Завтра матч 18.30. Увидимся на канале Инспорт. Всего доброго. До свидания. Пока.